Всех приветствую, всем шалом и мир на Израиле. Озвучу некоторые свои переживания, мысли по поводу того, что происходит сейчас в Израиле. Конечно, сейчас весь мир, тем более христианский мир, он следит за эскалацией этого конфликта сейчас в Израиле. И какие моменты хочется выделить? Вы знаете нашу позицию по Израилю, и неоднократно, я думаю, вы слышали о проповеди у нас на канале. И понимаете, что Израиль для нас это не просто какая-то романтика такая национальная. Действительно, есть понимание, Бог дает откровение о вечном предназначении этого народа. Так вот, несколько моментов коротко просто хочу выделить на данный момент, то что я чувствую. Последние несколько дней молюсь за эту ситуацию, слушаю, вникаю, пытаюсь понять это духом. Новости смотрю совсем немножко, так для общей картин. Ну и у меня есть родственники в Израиле, которые из первых рук рассказывают все, что происходит непосредственно из самой зоны конфликта. Первое, я хочу сказать, что да, войны происходят сейчас много где, конфликты, гибнут люди. Но Израиль это особенная страна, это не просто еще одна война, это не просто еще один военный конфликт, это не просто еще один, ну какая-то вот напряженка, напряженная точка в мире. Нет, Израиль среди всех народов занимает особое положение. Более того, все народы в той или иной мере, как бы это ни нравилось слышать, зависят от Израиля. И отношение к Израилю это отношение к Богу, от этого не уйти. И об этом говорит достаточно часто и Слово, и Дух Святой свидетельствует об этом. Поэтому не надо приравнивать и говорить, что ну просто еще один конфликт, это ничем не лучше, не хуже остального. Нет, нет, нет. То, что происходит в Израиле, будет иметь эффект по всему, по всему миру. Раз. Второе. Вижу, что сейчас такая поднялась ситуативная солидарность к Израилю. Люди выкладывают флаги, пишут, Израиль, мы с тобой в соцсетях. И, конечно, это неплохо, но лучшее, то есть для чего люди это выкладывают, они хотят как-то вот, особенно христиане, конечно, это делают сейчас, но посочувствовать, поддержать Израиль. Но могу сказать, что когда этот конфликт, он утихнет, вот когда нужно будет продолжать поддерживать Израиля в своих молитвах. Не только во время, вот когда уже, ну все, уже деваться некуда. Израилю нужны не флажки на аватарках, Израилю от нас, от христиан, живущих в других точках земного шара, нужна постоянная поддержка духовная. И во времена затишья из какой-то такой относительной стабильности. И самое лучшее, это получать откровения от Бога об Израиле и его функции, о том, как Господь все устроил, почему через Израиль идет взаимодействие с остальными народами. То есть вот эта ситуативная любовь к Израилю, она на самом деле довольно-таки дешевая, хотя тоже неплохо, но она очень быстро заканчивается. Пусть тема Израиля займет постоянное место в вашем, я не знаю, там, графике, распорядке, расписании духовном. Следующий момент. Сейчас, смотря на Израиль, вы понимаете, что есть своя цена жизни в Израиле. Израиль это государство, находящееся в постоянном военном конфликте. И те, кто туда стремятся жить, вы должны понимать, что вы едете не на курорт, не на историческую родину Иисуса Христа. Вы едете на территорию, если вы едете, военного, вооруженного конфликта с настоящими взрывами, пулями и смертями. Поэтому, если вы туда просто, извините за выражение, претесь, потому что вот как-то хавунагилу вы любите, или вам кажется, там какая-то особенная атмосфера для вашего духовного роста. Понимаете, вы попадаете на опасную территорию. Лично я рвусь в Израиль и душой, и телом, и духом. Но пока еще закрыты эти двери, еще не время быть там. Но лично для себя я понимаю, что туда, если я поеду, я попадаю на территорию, где в любой момент могут начать стрелять, взрывать, и нужно будет бежать в бомбоубежище. Это надо осознавать. Израиль – это не простая земля. Израиль – это не туристическая земля. Израиль – это, он находится на острие всех духовных процессов, происходящих в мире. И последний момент, чтобы сильно не затягивать. Вот сейчас духовно, вот я смотрел, что происходит. Сейчас поднялись массы молитв за Израиль. Люди молятся, благословляют, просят мира Иерусалима. Кстати, если вы не знаете, как молиться за Израиль, если у вас нету какого-то откровения об Израиле, вы можете всегда это делать по Слову Божьему. В Слове неоднократно говорится – просите мира Иерусалиму, просите мир на Израиля. Вот так и молитесь, просто призывайте Божий шалом на Израиля. И шалом Божий в самом слове, Дима Крюковский его преподавал, там есть такое вот значение – это совершенная победа над твоими врагами. То есть, когда мы призываем шалом на Израиль, мы высвобождаем на него совершенную победу над его врагами. И вот это слово мне сильно пришло из Михея 4 главы, что вокруг тебя собрались народы и хотят тебя поглотить, но они не знают, что Господь их собрал как солому на гумна. И встань и молоти, дочь Сиона, я сделал рог твой железным и копытом медный. Ты сокрушишь все народы, которые окружили тебя, и посвятишь Господу их богатство и их стяжание. Но духовно, что я вижу происходит? Эти молитвы сейчас поднялись, я уверен, по всему миру сейчас люди молятся за Израиля. Я увидел, как этот маховик, Галгал Израиля раскручивается. То есть, духовно эти молитвы начинают раскручивать Израиль. Благодаря, я не говорю, что это хорошо, то, что происходит сейчас там, эти обстрелы, гибнут люди. С той и с другой стороны. Это трагедия. И о плохом сегодня говорится много и так, и вы все знаете. Я же искал в этом всем вот это зерно, драгоценное, то, что сейчас происходит. То, что будет служить ко благу, к исполнению замысла Божьего. И то, что я увидел, что эти молитвы, благодаря этому конфликту, благодаря вот этой напряженке, начали раскручивать маховик Израиля. Потому что до этого церковь почти не молится за Израиль, кроме каких-то там особых дней в году. Но сейчас, благодаря этому конфликту, миллионы молитв пошли в Израиль. И вот этот галгал, маховик его предназначения, начал раскручиваться. И это повлияет на и усиление и тела Христа, и вообще всех божьих процессов, происходящих сегодня. Они происходят через церковь на земле. Поэтому продолжайте молиться за Израиль. Если есть понимание откровения, как молиться, делайте это через Рэма. Если нет Рэма, просто призывайте шалом и провозглашайте. Берите Библию, открывайте, там очень много молитв об Израиле. И высвобождайте туда Слово Божье. И мы увидим, как это даже трагическое противостояние с гибелью людей послужит, послужит ко благу и ко спасению многих-многих-многих-многих других. Вот такие вещи я увидел. Я не радуюсь, безусловно, этим вещам. Нету там ничего радостного. И наши знакомые, родственники, которые там, конечно, им они терпят. Они сидят в бомбоубежищах с детьми. Это тяжело кому-либо представить, что это такое ты переживаешь. И то, что сейчас там и погромы, и беспорядки, и все это только возрастает. Пролита кровь, все, кровь вопиет от земли. Поэтому молитесь за Израиль. И давайте просто коротко тоже помолимся. Отец Небесный, мы в согласии высвобождаем твой мир, твой шалом на Израиля, мир на Израиль. Живи, Израиль. Призываем твой шалом на Иерусалим, в это сердце мира. Призываем твой Дух Святой. Также мы молимся, чтобы ты обращал к себе сейчас в этом конфликте сердца израильтян, сердца израильского народа. Да будут люди взывать к тебе. Те, которые забыли о тебе в своей суете, в своем бизнесе. Сегодня этот бизнес остановлен. В сердце Иерусалима прекращена эта торговля в этом городе. И дай сегодня этим людям взывать к тебе. Искать лица твоего. Взывать о милости. Открывать свое сердце перед тобой. Обращаться к тебе. Обрати к себе сердце Израиля. Обрати к себе сердце людей, вовлеченных в эти конфликты. Мы высвобождаем торжество твоей воли, торжество твоей победы и торжество твоего вечного замысла на Израиль и через Израиль на весь мир. Да будет так. Во имя Ют Хей Вав Хей Шуа. Аминь. Ишуа Царь Израиля. Всем шалом. И стоим. Стоим в духе за Израиль. Аминь. Стоим в духе за Израиль.